Изучать историю только по учебникам это уже, что называется, прошлое. В век современных технологий историю можно увидеть и услышать. В столице Приволжья на Нижегородской ярмарке появился мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Ярмарка сама по себе это явление на географической карте страны. Сейчас выставка «Россия. Моя история» станет дополнительной точкой притяжения в это место как гостей, так и нижегородцев. Ну и кроме того, мы сейчас посетили вместе региональный зал с артефактами, которые мы специально организовали вместе в рамках «Россия. Моя история». Он, безусловно, будет отличать содержание выставки от такового в других регионах. Здесь более 300 экспонатов. Тысячелетняя история российского государства разместилась в реставрированном здании Нижегородской ярмарки. 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники. Это голограммы, сенсорные экраны, лайтбоксы и аудиокниги. Такого в буквальном смысле полного погружения в историю еще не было. Есть даже уникальный проекционный купол для просмотра фильмов. Огромное количество коммутаций, звукового, светового оборудования. Все это сделано только с одной целью, чтобы история для нас с вами оказалась живой, осязаемой, интересной и увлекательной. Ниждиновгород стал одним из первых десяти городов нашей страны, где стартовал этот уникальный пилотный проект при поддержке администрации президента. В отношении нового мультимедийного парка уже есть большие ожидания. По опыту и Московского исторического парка, и многих других исторических парков в других городах, мы видим, что это становится центром притяжения в первую очередь для молодежи. Достаточно сказать, что в Ставрополе за один месяц то ли 60, то ли 70 тысяч человек прошло. И это в основном молодежь. И надеюсь, что и в Нижнем будет примерно то же самое. В основе экспозиции – федеральный контент. Однако у нас есть и региональный зал, который, по сути, представляет собой отдельный музей – краеведческий. В нем есть и уникальные оригинальные экспонаты, которыми может похвастаться далеко не каждый регион. Например, здесь выставлен скелет листрозавра – динозавра размером с небольшую собаку, который обитал на территории нашей области миллионы лет назад. Редкие выставочные образцы представляют историю родного края от археологического периода до 20 века. Это, конечно, бомба, немецкая бомба весом 500 килограмм, которая была сделана в Германии в 1940 году и 4 ноября 1941 года упала на нашу тогда еще Горьковскую землю. Торжественное открытие мультимедийного выставочного проекта «Россия. Моя история» в Нижнем Новгороде состоится в День народного единства 4 ноября. Всего же до конца года в России будут открыты 17 таких интерактивных музеев. Юлия Короткова, Анастасия Комщикова, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ. Юлия Короткова, Анастасия Комщикова, Владимир Гайдай.